Завершается строительный сезон и вместе с ним масштабный проект по строительству велодорожки, которая должна в итоге соединить Нефтекамск и Никола-Березовку, уже, можно сказать, вышел на финишную прямую. В прошлом году было выполнено строительство первой очереди, а в этом приступили к финальной стадии. Мы сейчас делаем вторую очередь велодорожки, которая будет соединять город Нефтекамск и село Никола-Березовка. Это участок длиной где-то 2,5 километра. Он проходит вне населенных пунктов, будет проходить вдоль Никола-Березовского шоссе и соединять, соответственно, уже две готовые части велодорожки. Мы сейчас выставляем бордюры, параллельно отсыпаем щепнем, плюс параллельно введем кабельную линию для питания опор освещения. Переход с одной стороны асфальтированной дороги на другую будет выполнен через дорогу асфальтированную с помощью светофора по вызову. И дальше уже велодорожка выходит на мост через ЖД-переезд и соединяется уже с велодорожкой в город. Подрядчики планируют завершить все работы к концу октября, но эти сроки озвучены с учетом возможных форс-мажорных обстоятельств. Если позволят погодные условия, то объект сдадут быстрее. По словам главы района, сроки строительства данного объекта были сдвинуты из-за согласования с нефтедобывающими компаниями. Сейчас все юридические вопросы решены и завершению строительства долгожданной велодорожки ничего не мешает. Но велодорожка – это не единственный проект, который воплощается в районном центре в этом сезоне. В настоящее время активно ведутся работы по обустройству культурно-спортивной территории в Парке Победы. Работы здесь начинали еще позапрошлым году. Счастями мы делаем. Каждый год в пределах 10 миллионов рублей. В этом году маленько опоздали, потому что первый подрядчик так и не приступил. Пришлось с ним договор растормовать. Сейчас второй пришел, он более ответственный. Где-то в течение месяца обещает все это здесь завершить. Тут будет место культурного отдыха. Детская площадка, скейтборд-парк будет. Городки здесь. Сцена наша будет большая здесь стоять. Всякие мероприятия мы собираемся проводить здесь. Работа завершается и по другим объектам. Есть водопроводы у нас по нижней части. Время еще есть где-то. Скажу так, я для себя цель поставил, чтобы за месяц все это завершить. Вроде к этому идем. Везде уже более ответственные подрядчики пришли. Есть надежда, что мы этот год нормально закроем и деньги освоим. Обустройство парка проходит по программе формирования комфортной городской среды через Министерство коммунального хозяйства. И пока завершается работа на этих объектах, уже намечаются планы на будущий строительный сезон. Например, продолжение велодорожки. Как оказалось, парк Победы не станет ее завершением. По просьбе жителей ее планируют продолжить напрямую до храма. И это будет не просто велодорожка, а велопешеходная трасса. По просьбе жителей Николая Березовски, в свою очередь, мы решили тоже пойти им на встречу. И начали разрабатывать проект велопешеходного маршрута от парка Победа до храма. На сегодняшний день проект готов. Проект прошел экспертизу. Тоже нами подана заявка на финансирование данного объекта планово. При рассмотрении положительно фондом социальных сезонных программ, при Победительском советах, деньги будут выделены в 2023 году, и проект пойдет на реализацию. Вилопешеходный маршрут пройдет от парка до храма протяженностью всего 1020 метров. Он будет смонтирован на сваях, будут два моста, получается, через Николая Березовская и через ручей. И тем самым мы соединимся с пирсом, который мы построили в 2021 году. И проходить будущее велопешеходная дорожка будет по живописному, невероятно красивому, завораживающему своей природной чистотой и красотой месту. И, как заверил заместитель главы, при строительстве нового объекта естественный природный ландшафт нарушен не будет. Таким образом, реализация проектов с привлечением финансирования за счет участия в госпрограммах по благоустройству в Краснокамском районе продолжается.